На оперативном совещании наградили победителей фотоконкурса, прошедшего в рамках областной акции «Наш лес, посади свое дерево». Памятные подарки вручили директору школы номер 6 Даниле Просфирову, Анне Беркаусовой и коллективу «Берхаус». До 29 декабря в городе продолжалась подача отопления. Не везде прошло все гладко. Выявлено 38 утечек, но, несмотря на это, не остановлена ни одна котельная. Систему отопления налаживают. Рабочие выходят на объекты по жалобам жителей. Согласно отчету НКС, 27 домов на этой неделе еще оставались без отопления. В течение суток их планировали запустить. Меняется порядок оплаты за услуги ЖКХ. Управляющие компании переходят на единый платежный документ регионального оператора МОС «ОблъЕирц». С сентября 2019 года единый расчетный центр начинает выпуск для жителей единого платежного документа с начислениями по услугам. Водоотведение, отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, содержание жилого помещения, холодное водоснабжение ОДН, горячее водоснабжение ОДН, отведение источных вод ОДН, электроснабжение ОДН. Помимо услуг управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации в платежном документе будут отражаться услуги взносно-капитальный ремонт и услуга обращения с ТКО и электроснабжением. По условиям договора с управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией выпуск по городскому округу Орехово-Зуровой будет осуществлен в два этапа. В первом этапе квитанции получат жители микрорайонов Воронцовско-Пролетарский, Куртое, Карполит, Гагарина и часть Парковского микрорайона и присоединенная территория. В начале ноября счета получат уже за октябрь все жители города Орехово-Зурово. Полностью новый порядок заработает с ноября. Для оплаты можно использовать личный кабинет на сайте mosoblyards.rf, кассы и терминалы Сбербанка, банков возрождения, МКБ, в отделениях Почты России, кассах 24, МУПДС ЖКХ и в офисе mosoblyards. О восстановлении асфальта после так называемых раскопок говорили на оперативном совещании. Нарушений со стороны подрядчиков много. Проведен анализ. Среди предлагаемых путей решения составление плана графика ремонтных работ, заблаговременная подготовка к ним, синхронизация планов текущего и капитального ремонта. Ремонт дорог в Орехово-Зурове подходит к завершению в этом году. Ответственный руководитель отметил, что уже идет приемка объектов. Подрядчики в сроки укладываются. Что нельзя сказать о той компании, что сносило дома в округе. 12 строений разрушены, но мусор так и остался невывезенным. Со стороны комбината благоустройства ведется претензионная работа. За прошедшую неделю 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оштрафованы в округе. Начальник Госадомтехнацора отметил, что возникает много вопросов по содержанию детских игровых площадок.